Здравствуйте! Вы смотрите программу «Вопросы эксперту» в студии Руслан Ганиев. Руслан Ганиев – заместитель начальника оперативно-сыскного отдела уголовного розыска управления МВД России по городу Казани. Часто в торговых комплексах и на рынках города совершаются всевозможные карманные кражи. Как обезопасить себя от данного преступления? В многолюдных местах часто карманные кражи осуществляются несколькими лицами. В совершении преступлений могут принимать участие двое или даже трое преступников. В таких случаях подельники прикрывают действия карманника, либо отвлекают потерпевшего, пока тот похищает имущество. Преступники могут совершать кражи из сумок в больших очередях путем их пореза лезвием или монетой. Также существуют лица, совершающие кражи из сумок и карманов, предварительно положив на них какую-либо вещь, к примеру, куртку или пакет, тем самым прикрыв свою руку, которой они совершают кражу. Преступление может быть совершено, когда человек после долгих покупок, уставший, присаживается на скамейку. К нему подсаживается преступник и незаметно совершает кражу. Иногда воры могут прикинуться вашими знакомыми. Они делают вид, что узнали вас, начинают активно приветствовать, похлопать по плечу, обнимать. Через пять минут же друг понимает, что обознался и, прося извинения, уходит вместе с кошельком. Для того, чтобы заверечь свое имущество от карманника в людных местах, гражданам следует соблюдать несколько несложных правил. Во-первых, при оплате покупок или возле бокоматов не демонстрировать крупные суммы денег. Личные дорогие вещи необходимо убрать во внутренние карманы верхней одежды. Не носить телефоны и купюры в задних карманах брюк. Сумки желательно держать перед собой и обязательно в закрытом виде. Быть внимательными, если рядом с вами ошиваются подозрительные лица. Находясь в магазинах, ни в коем случае не оставлять сумки и кошельки в торговых тележках без присмотра.